Это город Печоры Административный центр Печорского района и городского поселения Печоры Находится он в 50 километрах от Пскова и в 2 километрах от эстонской границы Но речь сегодня пойдет не о нем, а о том, благодаря чему известен этот небольшой городок Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь Это один из самых крупных и известных в России мужских монастырей По легенде, в конце 14 века местный крестьянин Иван Дементьев пришел на Святую Гору рубить лес Одно срубленное дерево повалилось под гору, увлекая за собой несколько деревьев и большое количество земли В результате людям открылось в устье пещеры, над входом в которую руками человека была сделана надпись «Богом сданная пещера» Природа происхождения надписи неизвестна до сих пор По одной из версий, в этой пещере скрывались от крымских татар беглые монахи Киево-Печорского монастыря Согласно монастырской летописи, в 1470 году в пещере поселился священник Иоанн Рядом с Богом сданными пещерами он ископал пещеру, в которой устроил церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы И которая была освящена в 1473 году Этот год и считается годом основания монастыря За всю историю своего существования монастырь ни разу не закрывался В конце 20-х годов все монастыри на территории Советского Союза были закрыты Однако Псково-Печорский монастырь в период с февраля 20-го по январь 45-го года находился в пределах независимой Эстонии Благодаря чему избежал этой участи Итак, давайте начнем нашу небольшую экскурсию по монастырю Вход для посетителей монастыря, он же и основной вход Осуществляется через Святые Ворота, расположенные в Петровской башне Также в этой башне находится церковь Святого Корнилия Далее по аллее мы направляемся к собору Архангела Михаила или Михайловскому собору Это самое большое строение на территории монастыря Храм был сооружен в честь графа Петра Христиановича Витгенштейна, освободившего в 1812 году Полоцк от наполеоновских войск Строительство храма было закончено в 1827 году Освящение прошло 29 июня того же года и посвящалось Архангелу Михаилу Храм стоит на месте ранее существовавшей брусовой башни Которая подверглась разрушению в 1581 году И остатки которой вскоре были разобраны Субтитры создавал DimaTorzok Я дважды посещал монастырь Первый раз в августе 1920 года И оба раза после службы храм закрывали на ключ По всей видимости здесь такие правила Так что более подробно осмотреть и отснять для вас его внутреннее убранство Мне, к сожалению, не удалось Сейчас мы управляемся обратно Слева, в конце аллеи, Петровская башня Через которую мы входили А справа, в строительных лесах Храм Николая Чудотворца Или Никольский храм Построен он был в 1565 году Святым Игуменом Корнилием Изотчим Павлом Заболоцким С именем Игумена Корнилия Связан настоящий расцвет монастыря При нем обитель превратилась в сильнейшую крепость Вокруг монастыря были воздвигнуты каменные стены По преданию в 1570 году Игумен Корнилий был собственноручно убит царем Иоанном Грозным Который заподозрил измену Согласно рукописи, хранящейся в Троице Сергиевой лавре Это произошло здесь, у святых ворот Чтобы попасть внутрь монастыря Мы должны пройти через вот эти ворота Расположенные в Никольской башне В них находится необычная часовня Как видно, сейчас тут идут строительные работы А вообще здесь стоят иконы Вернемся к Ивану Грозному Поняв, что произошло и раскаившись Царь понес тело Корнилия в Успенский храм С тех пор этот путь, по которому мы сейчас идем От Никольского храма к Успенскому Называют кровавым путем Небольшое сооружение впереди Это монастырский колодец Воды источника питаются тремя подземными ручьями Еще с давних времен здесь черпали воду Первые подвижники монастыря, жившие в пещерах Успенский храм или храм Успения Пресвятой Богородицы Как я говорил ранее, был устроен в 1470 году В горе священником Иоанном После возведения храма Иоанн обратился в Псковский собор С просьбой осветить его Ему отказали Для того времени нахождение храма в подобном месте Было уникальным явлением Просьбу впоследствии удовлетворил Новгородский архиепископ Феофил Который поручил местные братья осветить храм Что и было сделано 28 августа 1473 года В день великого праздника Успения Пресвятой Богородицы Поскольку храм устроен в горе В целях безопасности его земляные своды Поддерживаются 13 столпами И облицованы кирпичной кладкой В этой раке находятся мощи Святого Корнилия А это вход в те самые богом сданные пещеры К сожалению, войти внутрь мне не удалось Так как самостоятельно их посещать нельзя А только в составе группы по предварительной записи В настоящее время пещеры выполняют функцию монастырского кладбища Точное число захоронений не установлено Возможно, речь идет о более чем 10 тысяч захоронений При входе в пещеры Покоятся мощи преподобных печерских Марка, Ионы, Лазаря Прозорливого И преподобной матери Вассы От входа в пещеры идут 7 подземных галерей Так называемых улиц Которые в разные времена удлинялись и расширялись Пятая и шестая улицы В стенах которых погребают иноков обители Называются братскими В других галереях хоронили паломников Благочестивых мирян Защитников монастыря Сейчас в пещерах хоронят только монахов Их гробы не засыпают землей А только устанавливают в стены пещер Запаха тления в пещерах нет Возможно, благодаря температурному режиму В течение года в пещерах поддерживается постоянная температура В пределах 5 градусов Свойства местного песчаника настолько уникальны Что срезанные цветы сохраняются в пещере без воды В течение 40 дней В стенах пещер установлены керамические И известняковые плиты с надписями Так называемые керамиды Которые, являясь надгробными памятниками Имеют большую художественную и историческую ценность Нужно сказать, что поскольку я не был в пещерах Естественно, данные фотографии не мои Я их нашел на просторах интернета Немного обработал и включил сюжет Чтобы вы могли иметь хотя бы малейшее представление О богом сданных пещерах Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы направляемся в сырные пещеры Вы не ослышались Уникальное производство сыров в монастыре Началось в марте 2022 года А 27 августа Митрополит Тихон Совершил освещение сырных пещер Где проходит процесс созревания сыров В чем же уникальность данного производства? Дело в том, что созревание сыра Должно происходить в определенных условиях Это температура воздуха в пределах 7-13 градусов И самое главное влажность воздуха От 80% Микроклимат некоторых хозяйственных пещер монастыря Имеет все необходимые для этого условия Температура 10-13 Влажность 80-90 Продолжаем изучать территорию монастыря Это Покровский храм Расположен он поверх Успенского храма Благовещенский храм Сретенский храм Ризница Водосвятная часовня Большая звонница Это дом наместника монастыря Братский корпус На нижнем этаже расположена кухня На верхнем трапезная и келий монахов Летом вся эта красота утопает в зелени и цветах Посмотрите Это видео с моего посещения в августе 2020 года Как правило Путешественники не ограничиваются только посещением монастыря В классический набор достопримечательностей Псковской земли Как минимум идут еще Псков и Изборск В таком случае рекомендую остановиться во Пскове Из него уже одним днем сделать выезд в Псково-Печорский монастырь и Изборск Благо они находятся в одной стороне Причем в первую очередь рекомендую посетить монастырь А Изборск уже на обратном пути Так, по моему опыту, будет удобнее и продуктивнее Каждый из этих объектов, как и монастырь Очень интересный и уникальный Это не тот случай, когда едешь смотреть какую-то одну достопримечательность Ну и до кучи, раз уж рядом Можно заглянуть еще в пару мест Нет, это три самостоятельные достопримечательности Про Псков и Изборск материал уже отснят Так что подписывайтесь, кто не подписался Чтобы не пропустить выпуски про них Также на моем канале есть и другие выпуски Которые могут вам понравиться Заходите, смотрите Желаю вам увлекательных и безопасных путешествий И до скорых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!